Есть все причины быть положительно настроенным в отношении цинка. Трейдеры прогнозируют целевой уровень металла – 2300 долларов за метрическую тонну. Крис Каринас, R&B В этом году цинк вырос в цене на 36% и сейчас торгуется на максимальном за 13 месяцев уровне ввиду нарастания беспокойства по поводу перебоев в поставках из-за закрытия шахт. Значит, дефицит цинка на рынке – это всего лишь дело времени. Сразу хочу отметить, что даже если на рынке уже образовался дефицит, то в начале этого года, когда началось ралли цинка, еще никто не говорил ни о каких перебоях в поставках. Рынки предвосхитили события, можно сказать. Даже сегодня на лондонской биржи металла цинковые фонды вовсе не выросли в цене, учитывая их значительное обесценивание в 2015 году. Поэтому любой дефицит на рынке уже был включен в цену. В 2000 году цена на цинк составляла 40 долларов за метрическую тонну. Я считаю, что впереди нас ждет падение цен на цинк. Это коснулось рынка цветных металлов в целом. Например, никеля в 2012-2013 годах. Слухи о поставках проходят, как правило, через нишевые каналы, в которых преследуются свои интересы. Такие слухи никогда не становятся реальностью. Затем следует масштабная распродажа металлов. Я думаю, что любые факторы роста цены были уже учтены рынками, и в дальнейшем нас не ждет никакого дефицита. Сообщается, что откат цен на цинк несколько запоздал. Существует обеспокоенность тем, что, воборот, пойдут скрытые запасы металла. Значит, спрос на цинк может значительно уменьшиться. Принимая это во внимание, остаются ли причины быть положительно настроенным в отношении этого сырья? «Несомненно. Я думаю, что многие трейдеры прогнозируют ценовой уровень цинка на отметке 2300 долларов за метрическую тонну. Потенциально возможно достижение уровня 2500-600 долларов. Но этот уровень очень далек от настоящего. Экономисты и аналитики не прогнозируют таких сильных показателей цинка. Не будем забывать, что рынки движимы не только фундаментальными показателями, как спрос и предложения, но также и спекулятивными настроениями. На рынке со слабой динамикой трейдеры ищут способы получить прибыль. Поэтому, если в конечном итоге окажется, что рынок вовсе не сталкивается с дефицитом цинка, цены просто обвалятся. И напоследок, какие индикаторы будут влиять на движение цен на цинк в ближайшем будущем? Любые данные по промышленному производству в Китае, что даст ориентиры касательно состояния экономики страны, которая является самым крупным в мире потребителем цветных металлов. Недавно были оглашены показатели ВВП и промышленного производства Китая, которые указали на рост, что означает стабилизацию китайской экономики. В последнее время рынок цветных металлов отличался хорошей динамикой в свете прогнозов стимулирования экономики Китая, что приведёт к оживлению промышленной активности. Также важный фактор на рынке цветных металлов – сильная позиция доллара США, поскольку рынки ожидают продолжение укрепления позиции этой валюты. Слабое положение валюты на рынке трейдеры связывают с нестабильными временами. Крис, спасибо вам за беседу. Дорогие зрители, оставайтесь в Тукаскопе ТВ.